всем привет мои дорогие нахожусь в подъезде взяли зонтик не пользовалась еще не давно в этом году зонтиком пришлось обратно одеть наши пиджачки смотрите какие подошла себе маленькие я их купила помню в любых газе а сейчас как раз подойдет вот это вот у меня проблемы с обувью хочу хорошую обувь мой как лифте у нас здесь сделали классно сейчас покажу хочу хорошего увидеть видите наконец-то смотрите смотрите вау достойный и пол и все молодцы но в итоге оделась я хотела одеть желтый свой пиджак красивый а пришлось вот так вот одеть этот потому что холодно накрасила глазочки на байрам улицы пустые там что тоже джами а это не джами это школа где голосовала все магазины закрыты хотя нет открыт маркет конечно будет открыты люди деньги зарабатывать должны же открыты маркет но у нас в этом районе у нас и так не очень людно ошки мчик идет я главное попрятала и так почистила эти его ботинки все попрятал и пришлось нам заново одеть конечно хотела выглядеть по другому он немножко переживает говорит вдруг я там своего брата увижу тебе нужно тебе аллах даст все что ты делаешь хорошие дела плохие все возвращается бумерангом так что принимать надо с благодарностью все хочу подметить что когда мы сели в автобус все такие нарядные были вокруг женщины мужчины приятно было посмотреть увидеть столько нарядных пенсионеров вот и очень было переполнено потому что в этот день три дня было бесплатный проезд в автобусе а это я вам показываю немножко вида из окна это район форума все зелено красиво все разговаривают о чем-то поздравляют друг друга такая ситуация была праздничная да принципе так-то люди готовились но а на самом деле что кроется за этим праздником решила вам записать видео в автобусе проезд сегодня бесплатный на государственных автобусах очень много переполненные все даже карточку естественно не надо показывать так как все едут куда-то такие красивые женщины и нарядные смотрите магазины открыты потому что подарки хотят покупать они все вот мы возвращаемся стоим на остановке друзья мои знаете в чем этот мы решили не кушать ничего там мама сейчас идет купаться посидели бы самое главное поздравили да и мы мы сказали три дня бесплатной дороге муж говорит ну мы за иначе завтра тоже приедем к вам ну хорошую сделали путешествие прогулочку да пришлось нам четыре или пять пересадок сделать потому что они на тот автобус садились вот такие вот у нас приключения ну вот где мужчины сидят чай пьют играют открыто видите шок тоже открыт все что-то несут покупают вот именно в их махали так пахло этим мангалом едой я выпила только кофе 48 часов у меня уже через час будет 47 моего голодания и дома у меня очень много вкуснятин есть я вот думаю сейчас как мне быть кушать или нет грибной суп меня ждет моему мужу не понравился грибной суп абсолютно говорит это что такое вот и придется мне давиться им неделю или две вот и у меня еще спагетти есть много чего есть и у мужа есть вчерашняя еда горох с мясом и плов вот только салатик сделаю все вот такие вот у нас новости больше никто не пришел из детей поздравить мы самые лучшие ну и мы едем домой хотели форум пойти но нам дали вот такие сумки поэтому меняется прогулки но в принципе у меня и вебинар всем если мы успеем добрый вечер ехали ехали наконец-то мы приехали сашки вам идем по набережной он не приглашал сейчас в ресторан и я отказалась запомнили там рестораны так все переполнено ну какой этот во первых у меня 48 часов голоданий какой ресторан у меня дома такая вкусная еда полезная то что я дурочка но у меня еще в планах месяц продержаться на какие-то диета и постепенно водить у меня минус 8 килограмм еще план один у меня с кеза знаете я добиваюсь всего с кеза на 55 кило и если вдруг что-то то я что-то должна получить сама себе сделать подарок на который я никак не решаю и я решаюсь но появляются какие-то другие причины оттуда с кеза смотрите сколько машин я имею ввиду все ресторана такой красивый ресторан и красивые все сидят в ресторанах уже все пить можно гулять можно и красивые все празднуют все отдыхают а мы идем домой вот такой у нас замечательный сегодня ужин только начали кушать спориться приготовила такую вкуснятина вы знаете что мой муж что-то говорит мне плохо себя чувствую он заснул пока делал вот говорит грузинское блюдо не знаю что это значит ему понравилось или он правда плохо себя чувствует ну мы очень вкусно приятного аппетита друзья мои сегодня 60 день моего интервального голодания никогда бы не подумала раньше что я смогу таким образом питаться в течение 60 дней и у меня еще цель один месяц несмотря на то что вы мне пишите неприятные вещи на которые я никак не обращаю внимание но вы при этом хотите меня обидеть задеть оскорбить указываете на 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 то что я превратилась старушку и вторые третьи лица подтверждают конечно мне 52 года я выгляжу как наверное и выгляжу да я больше и лучше не стану и красивее поймите меня года идут и время летит я не стану прежней какой-то зато я буду здоровой и то что я делаю вот это вот все равно то что вы пишете я не сумма то не слушаю вас потому что у меня своя цель и не переживайте я нахожусь под контролем своим контролем и ум со мной ничего не случится ни один человек не умер от кета да сейчас у меня может быть резко осунулось лицо появились морщины хотя я вижу себя очень привлекательной красивой и мне никто не испортит настроение главное чтобы муж моему мужу я нравлюсь и то что я здоровая не пью не курю занимаюсь собой спортом да он обо мне везде рассказывает если бы он попал бы на телевидение он бы гордился мной потому что турецким мужчинам нравятся такие женщины которые не сидят в сериалах и не бегают по соседям по друзьям сутками а те которые развиваются ну такая женщина нравится моему мужу и все и я живу так не потому чтобы ему понравится потому что я не могу стоять на месте я двигаюсь вперед мне это нравится мне так не интересно было бы я жила 45 лет такой жизнью не интересно сейчас у меня такой потенциал раскрылись ворота иди учись и я вам советую учиться учиться никогда не поздно ведь попадут в 4d жизнь те которые такие как я а такие как некоторые вот так и будут сидеть и других обсуждать так что вот зря можете не писать я на вас не обращаю внимание вообще однами еще раз повторять на многомиллионная многомиллионный ютубер блогер под ее видео мы пишут такие гадости она таролок некоторые пишут гадости некоторые прелести и где хотят в инстаграме в тик токе везде ее хотят унизить ущемить а она двигается вперед и она уже попала в каны на на вручение премии самый лучший блогер понимаете вот когда вы что-то хотите кого-то в чем-то упрекнуть значит в этом ваша проблема может вы тоже сидите там с такие же старушечки как я пишите мне такие нелестные слова пишите мои девочки все равно я вас люблю за то что вы пишете вы же посмотрите меня сегодня вам не нравлюсь пройдет время когда понравлюсь не может быть такое чтобы я на протяжении пяти-шести лет вам нравилось очень многие подписчики уходят и приходят ко мне и я к этому спокойно отношусь раньше нервничала сейчас спокойно ведь я изменилась я не буду сейчас много говорить я буду кушать сегодня 60 день у меня вот такой замечательная тарелка у меня скоро вебинар начинается я не успеваю и наверное я после этого не буду снимать а может и буду если что интересно смотрите все есть что нужно 5 часов дня сейчас и авокадо есть и суп из грибов с грибов и муж отказался я буду удавиться несколько дней тут мой десерт чая с йогуртом и с кокосной стружкой клубника ну все есть почему вы жалеете что я умираю с голоду начинаю с такого салата приятного мне аппетита посмотрите на этих голубков мавиш хочет на нее сесть уговаривает уговаривает видите лапой на нее вы посмотрите какой наглый жених потом пошли поцелуи поцелуи пошли уговаривает уговаривает смотрите 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 уговорил кажется смотрите смотрите бессовестный мавиш и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok